И почему таким вещам не учат в школе? Как пройти тест на детекторе лжи, если он очень для вас важен? А, ну это смотря в какой школе. Там, где я учился, порядки были строгие. Даже нашему духовому оркестру приходилось объясняться, почему сработал металлодетектор. Вы уверены, что не окажетесь в ситуации, когда нужно будет пройти тест на полиграфе. Не зарекайтесь, разве можно знать, что нас ждет в будущем? Этим устройством часто пользуются большие компании, особенно при приеме на работу или для проверки штатных сотрудников. Полиция, военные, частные детективы, службы безопасности и разведки также используют детектор лжи, чтобы получать от людей честные сведения. Учитывая такие нюансы, не лучше ли подготовиться заранее, чтобы при случае быть вовсе оружием? Да-да, любой из нас может научиться правильному обращению с полиграфом. К примеру, достаточно как следует изучить сегодняшнее видео. Досмотрите его до конца. Вас ждет полезный бонус о том, в каких обстоятельствах можно и вовсе избежать подобных тестов. Но прежде чем мы начнем, не забудьте нажать большую красную кнопку, чтобы подписаться на наш канал. Обязательно включите почтовые уведомления. Это позволит вам быть в курсе всех интересных новинок от Эдми. Как работает полиграф? Первый детектор лжи был создан в 1906 году врачом-кардиологом сэром Джеймсом Маккензи. После нескольких лет доработки эта технология позволила сконструировать полиграф, который почти не отличался от современных аналогов. В 1992 году появился электронный детектор лжи, что значительно повысило эффективность и точность проверок. Конечно же, полиграф не может распознать ложь как таковую. Он просто реагирует на физиологические изменения, происходящие в организме, когда человек говорит неправду. К ним относятся учащенный пульс, потливость, ненормальный ритм дыхания и повышенное кровяное давление. Сегодня детекторы лжи могут различать до 50 видов реакций, включая расширение микроскопических капилляров, расположенных по всему нашему телу. Однако большинство компаний устраивают результаты, основанные на стандартном наборе показателей. По словам экспертов, интерпретация данных полиграфа — это больше искусство, чем наука. А все потому, что результаты теста зависят от квалификации и опыта человека, его проводящего. Задача полиграфолога — отбирать вопросы, подходящие для каждого конкретного испытуемого, учитывать разницу в физиологии людей и уметь правильно трактовать полученную информацию. Если во время проверки на детекторе лжи с вами работает настоящий профессионал, то его точность может достигнуть 98%. Что касается самого теста, то он выглядит совсем не так, как показывают в кино. Ну, знаете, все те сцены, где преступник опутан проводами, а следователь кричит на него и демонстративно бьет кулаком по столу — во имя истинной справедливости. В реальности проверка на детекторе лжи занимает не один час и требует предельно спокойной обстановки. Задаваемые вопросы должны быть конкретными, точными и хорошо продуманными. В любом случае, в жизни каждого из нас есть вещи, которыми не хочется делиться с потенциальными работодателями. К счастью, несмотря на точность современных полиграф-тестов, к ним можно подготовиться заранее. Шесть способов подготовиться к тесту на полиграфе. Номер один. Подготовьтесь физически. Начните готовиться за 24 часа до теста, чтобы ваше тело было в отличной форме. Не забудьте хорошенько выспаться, нужно поспать не меньше 8 часов. Не ограничивайте себя в еде, питайтесь в обычном режиме, чувство голода может помешать вам во время тестирования. Переедать накануне полиграф-теста тоже не рекомендуется. Примите ваши обычные лекарства. Наденьте удобную одежду. Как видите, ваш комфорт – это ключ к успеху. Живите в обычном режиме, чтобы ваше тело не отреагировало негативно на перемены. Это поможет сохранить нормальное сердцебиение. Вы бегаете в парке по утрам? Не отказывайтесь от этой привычки накануне теста. Не можете обойтись без утреннего кофе? Обязательно выпейте чашечку перед собеседованием. Номер два. Разрешите себе нервничать. Чаще всего, когда мы говорим неправду, наше сердце буквально пускается в голубь. Возникает отдышка, кровяное давление взлетает до небес, градом течет пот. Однако эти физиологические реакции характерны еще и для моментов стресса. Нервничать до или во время полиграфтеста абсолютно нормально. Более того, это даже может вам помочь. По статистике, результаты тех, кто нервничал, отвечая на вопросы, бывают самыми точными. Если же вы считаете, что ваша нервозность может негативно повлиять на тестирование, советуем использовать следующий метод. Для проверки ваших базовых физиологических реакций вам зададут несколько контрольных вопросов. Их весьма просто отличить от вопросов по существу, так как они носят общий характер. Будьте особенно внимательны на этом этапе. Если вы станете нервничать, отвечая на контрольные вопросы, то когда дело дойдет до вопросов по существу, полиграф посчитает все ваши ответы правдивыми. Особенно если к тому моменту вы сможете справиться с волнением. Вот пример контрольного вопроса. Вы когда-нибудь крали? Что касается вопроса по существу, он будет звучать примерно так. Вы украли что-нибудь на вашем прежнем месте работы. Итак, можно ли заставить себя волноваться именно тогда, когда вам это нужно? Что ж, попробуйте думать о чем-то неприятном или страшном. А вот еще один проверенный способ. Вспомните самый неловкий момент в вашей жизни. Если это не вызовет учащенного сердцебиения, то ваши стальные нервы ничем не проймешь. Номер 3. Постарайтесь не врать по мелочам. Если вам нечего скрывать и нечего стыдиться, то постарайтесь отвечать на все вопросы правдиво. Чем больше вы скажете правды, тем точнее окажутся результаты. Люди склонны лгать в мелочах, поскольку не придают им значения. При этом испытуемые очень боятся вопросов с подвохом, будучи уверенными, что именно такие вопросы решают исход теста. Однако, по словам экспертов, для тестов на полиграфе отбирают самые простые вопросы. А значит, не стоит ждать сюрпризов. Похоже, на это указывает и сама этика проверок на детекторе лжи. Немногие об этом знают, наверное, потому что такие сцены отсутствуют в голливудских фильмах. Но вам разрешено ознакомиться с вопросами до начала теста. Если точнее, то самой проверке на полиграфе предшествует собеседованию. В его рамках специалисты объяснят вам суть процесса и дадут почитать вопросы, чтобы вы меньше волновались. Да, вот если бы учителя в школе были такими же добрыми. Номер 4. Избегайте спешки. Во время тестирования каждый из вопросов может быть задан повторно от трех до шести раз. Поэтому не нужно торопиться с ответами, ведь сама спешка может исказить результаты. Выслушивайте каждый вопрос до конца. Старайтесь понять, о чем вас спрашивают. И лишь затем отвечайте. Делая небольшую паузу, вы даете себе возможность понять, какой именно вопрос вам задан. Несущественный, например, как вас зовут. Контрольный, что-то вроде «вам приходилось лгать ради собственной выгоды». Или по существу. К примеру, вы подделывали документы на вашей прежней работе. Старайтесь отвечать кратко и просто. Тем более, что ответы «да» и «нет» лучше всего подходят для большинства тестовых вопросов. Часто у испытуемых возникает желание давать развернутые ответы. Избегайте этого соблазна. Не вдавайтесь в детали, как бы вас не старались к этому склонить. Также не стоит шутить и вести себя слишком дружелюбно. И, конечно же, не сообщайте о себе больше, чем необходимо. Некоторые экзаменаторы любят применять различные психологические трюки, чтобы заставить вас признаться во лжи. Например, они пытаются убедить вас, что видят вас насквозь, что все и так написано на вашем лице. Не поддавайтесь на эту уловку и не признавайтесь в чем-либо сами. Продолжайте стоять на своем. Номер пять. Представьте что-нибудь приятное. Это весьма действенный метод, но он подойдет лишь тем счастливчикам, которые могут контролировать себя на все сто процентов. Как ни странно, вызвать в себе нервозности и негативные реакции гораздо проще, чем настроиться на позитив. Обдумывая ответ на вопрос и осознавая, что вам придется солгать, представьте себя в обстановке, вызывающей приятные ассоциации. Это поможет вам расслабиться. Нарисуйте в своем воображении беззаботный мир и спрячьтесь в нем, чтобы успокоиться. Тогда реакции вашего тела будут более гармоничными. Номер шесть. Не пользуйтесь физическими уловками. Как правило, вызвать негативные реакции организма во время теста не так уж сложно. Интернет полон всевозможными рекомендациями на этот счет. Положите в ботино кнопку и давите на нее ступней в нужные моменты. Прикусите язык или сильно напрягите мышцы. Вам наверняка приходилось слышать такие советы, но насколько они полезны. К сожалению, подобные трюки не смогут обмануть настоящего эксперта-полиграфолога. Наоборот, эти манипуляции немедленно будут замечены. Кстати, экзаменаторы отлично знакомы со всеми уловками и часто просят испытуемых снять обувь перед началом проверки. Не говоря уже о том, что детектора лжи может распознать реакцию на физическую боль. Если вас уличат в нечестных приемах, тест, скорее всего, будет перенесен. Или ваша окончательная результаты будут оценены более жестко, с учетом всех попыток обмануть полиграф. Так что игра совсем не стоит свеч. Что происходит по окончании теста? По окончании теста вас ждет собеседование. Полиграфолог зайдет в комнату, чтобы обсудить ваши результаты. Вам могут задать несколько вопросов относительно реакций, показавшихся подозрительными. Также эксперт постарается изучить ваше эмоциональное и физическое состояние. Чаще всего именно в этот момент с испытуемыми начинают играть в психологические игры. Экзаменатор может заявить, что ваша ложь видна за километр и так далее. Как мы уже говорили, не бойтесь и стоите на своем. Бонус. Когда нельзя проходить тест на детекторе лжи. В некоторых случаях тестирование на детекторе лжи нежелательно, так как есть вероятность искажения результатов или нанесения вреда испытуемому. Вы не должны проходить тест на полиграфе, если… У вас проблемы с сердцем. Вы беременны. Вы страдаете болезнями дыхательных путей, включая обычную простуду. У вас эпилепсия. Вы страдаете от общих болей. Тест хотят провести без вашего согласия. Что-то из этого как раз ваш случай. Тогда у вас есть полное право отказаться от проверки. Вы бы прошли тест на детекторе лжи ради того, чтобы устроиться на работу, о которой давно мечтали. Если да, то нажмите кнопку «Нравится». Если нет, напишите нам о причинах в комментариях. Если вы уже имели дело с полиграфом, непременно поделитесь своим опытом. Мы с нетерпением ждем ваших рассказов. И это чистая правда. Будьте с нами на Эдми.